всем доброе утро дорогие друзья у нас утро воскресенье я поставила на клетке хочу сварить ребятишкам с утра это суп молочный или кашу кукурузную я достала и буду сейчас им варить себе делаю кофе сейчас буду пить кофе ребята уже почти все встали у меня приехал ильюша вчера вечером вчера как раз монастырь мы сидели уверены и я отвлеклась то что у меня ильюша приехал до кушать сел кстати про рассаду смотрите какая она у меня уже огромная все еще ребят курям не отдала вот честно говорю все еще не отдала вот не знаю чем нибудь ведь уже по три листочка стала ну блин до огорода еще джеку придется равно прям играть жалко конечно чуть пусть еще потрастут это я напомню у меня тыква рассада это семена в самой тыкве были они уже проклюнуто были поэтому они сами по себе лежали мы думали они подсохнут они расти 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 на 4 все растут да но все потом хорошо дорогие друзья у нас сегодня называется как это все говорят прощальное воскресенье я хотела бы у вас у всех попросить прощения если кого-то я обидела или как-то не так высказалась простите меня пожалуйста пожелать вам всем счастья здоровья успехов но и всего конечно самого хорошего что можно еще пожелать здоровья мне кажется это самое главное я себя чувствую замечательно как бы многие там говорили заброшу ли я youtube нет ребят не заброшу потому что мне кажется это временная все мера и пока буду так же снимать на youtube потому что мы с многими подружились поэтому будем дальше общаться кто захочет они знают все мои соц сети есть пожалуйста пишите будем общаться никуда теряться не будем я надеюсь что вы меня поддержите на дзен я не знаю как там ссылку но я там записана в яндекс дзен анастасия тратина все там меня легко найти моя фотография такая же как по моему на ютубе надо кстати мне проверить такая же фотография или нет поэтому проходите на яндекс дзен на инстаграм на тикток на телеграм-канал и подписывайтесь и будем с вами общаться ладно буду кушать варить всем хорошего дня и простите меня пожалуйста дорогие друзья тут мне на этом канале уже накидали немножко комментариев и хотела бы на них немножко ответить вот по поводу того что отводить детей в садик да мне написали раз ребята учатся со второй смены пусть они отводят в садик да ребята представляете десятилетний ребенок будет вести или десяти или одиннадцатилетний ребенок будет вести двух детишек в садик одному четыре другому в шесть да вообще как себе это представляете я например не представляю такого это опасно во-первых то что опасно во вторых детям несовершеннолетним нельзя приводить и забирать детей из садика если вы не в курсе это закон есть такой до 18 лет я не могу никого просить детей или отвести или забрать ребенка это по закону но если по-человечески это просто небезопасно это сама она еще сама ребенок почему он должна вести ребенку не ребята это не дело вот честно говорю это не дело поэтому вот так вот надеюсь я на ваш вопрос ответила со второй смены да я понимаю что но видите вот даже вот вчера я не ходила на учебу из-за чего катя надо было в 9 20 это старший ребенок у меня она со второй смены учится ей надо было в 9 20 в школе уже быть она на 9 часов ехала я хотела вместе с ней оксана чтоб ехала на 9 но смотрите у оксана уроки начинаются в 11 часов ей бы пришлось там сидеть три урока она она не ходит до остановок как вы знаете из-за того что ее укусила собака после этого она боится у нее появился страх оксана у нас и так она всего боится она боится высоты она боится вот на городские горки подняться на домашнюю горку она спокойно залазит а в городе на горку она боится она боится подняться на второй этаж потому что там видно с лесенки нижние этажа из-за этого она боится у нее есть вот такие вот фобии и вот сейчас у нее фобия появилась это то что она боится собак она боится чужих собак она ребенок еще ей еще только 8 лет что вы от нее хотите поэтому то одна надо остановок теперь уже не ходит потому что она ревет из-за этого у нас проблематично с ней сейчас но ничего страшного это не такая уж и большая проблема справимся так что вот такие вот дела но надеюсь я на ваш вопрос тоже ответила ну сами понимаете это еще ребенок и катя еще ребенок и всего 11 лет чего от нее хотите чтобы она разрывалась ну и оксана тоже я не могла отправить 9 часов в школу вместе с катей чтобы она там три урока сидела в коридоре ну вот как-то так я села кофе пить и загружаю видео на youtube старые видео которые у меня еще есть телефоне на сюда на дзен на дзен я загружаю уже свежие в инстаграме тоже свежие на youtube пока еще старый выпускай короче вот как-то так но эти видео которые на дзен выход я буду также выпускать еще и на ютубе как бы вы не обижались ну вот такие вот дела у нас ребята короче надеюсь на ваш вопрос ответила постараюсь на дзен тоже выпускать каждый день хотя бы маленькие короткие хотя бы видео но будем что-то выпускать что еще на днях начнем сегодня муж у меня будет делать стеллажи и будем садить уже с вами рассаду поэтому ближайшие дни будет видео с выходом как мы будем сидеть с вами рассаду и что будем садить ладно дорогие друзья буду пить кофе василиса опять ты начинаешь замахиваться на ребятишек вася кошка борзелок иди сюда ко мне иди ко мне иди сюда не прибежала меня понюхала и все и стоит рядом со мной всем привет чудо ты моё кофту где-то свою сняла куда засунул а я своими когтями не дают когти постричь такие когти острые надо как-то и состричь ладно дорогие друзья всем хорошего дня хорошего настроения и еще раз прошу прощения сегодня вербное воскресенье но не верно вербное прощальное воскресенье как бы и поэтому прошу прощения или как она правильно называется напишите в комментариях всем хорошего дня и еще там ноги пишут насти как ты теперь думаешь кормить детей теперь зарплаты не будет ребят я понимаю у меня там много большая зарплата до 1 2 месяца у меня зарплата приходила я на нее делал закупку и чё теперь вешаться что ли за это ну да я потерял но немного потерял ничего страшного он дальше жили так и будем же так что я вот теперь вот знаете переживать надо это в основном большим каналом вот сейчас многие пишут под моими видео про колесниковых якобы он там какой-то донат открыл на погашение ипотеки я специально вчера зашла посмотрела да представляете на четыре с половиной миллиона по моему он открыл донат чтобы собрать погасить ипотеку вот ему-то надо переживать а мне-то чё переживать господи ребят как мы рожили так и будем жить ничего не изменилось так снимала так и буду снимать я надеюсь что это временная мера что это вынужденная мера а потом все нормально будут возобновиться кто захочет со мной общаться пожалуйста продолжаем общаться я и не собираюсь не от кого отворачиваться найду работу пойду работаю дай бог нет значит пока так вот такие вот дела видите как тяжело когда нет родных нету мамы нету папы у меня в этом городе нет родных поэтому мне не на кого надеяться вот такие вот дела ничего мы не унываем мы на веселее дальше продолжаем жить и радоваться жизни знаете ребята вот что больше всего мне расстроило в том что монетизацию то что я теперь пристроить потому что я надеялась что сейчас вот снег растает хотя бы раз-два месяца вот как зарплата будет приходить я буду на эти все деньги покупать стройматериалы в этом плане конечно я расстроилась ничего не поделаешь я что время невезучий так что как-то так ничего мы все равно не унываем дети маленькие растут надо больше места но не получается не получается что хотелось а потом подпишешься на яндекс дзен что больше подписчиков было и потом просмотрится надеемся там видите так вот на яндекс дзен чтобы зарегистрировался и чтобы монетизацию подключили надо за последние семь дней любых но так как у меня там мало видео мы явно еще пока не сможем монетизацию подключить надо набрать за последние семь дней десять тысяч часов даже не представляю как это сделать вот как-то так постараюсь туда выпускать на дзен постараюсь выпускать кажд день видео и вообще везде постараюсь выпускать но не знаю как будет интернет все от него зависит так что вот такие вот дела ребята у нас ладно всем хорошо не будем расстраиваться мы живем дальше как и жили спасибо